Всем добрый вечер, здравствуйте. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы говорим вечер добрый всем, кто нас включил в эфире Feigin Live. И, конечно, приветствуем всех наших зрителей, всю нашу аудиторию в эфире YouTube-канала Курбанова Live. Друзья, спасибо, что вы с нами. Насобиралось к данному моменту, к данному часу невероятное количество новостей и событий. Что уж говорить о том, что несется на Ближнем Востоке, проанонсированы важные встречи при участии президента Зеленского и не только. И все это, конечно, мы будем сегодня с большим удовольствием обсуждать с главным действующим лицом этого эфира. Как всегда, с нами Марк Фегин в костюме Марка Фегина. Марк, добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фегин Live и канала Курбанова Live. Марк, я не могу не отметить, что вы вернулись с Америки и купили там новую кофту. Она вам очень идет. Нет, я ее во Франции купил на самом деле. Она стоит 30 евро. Очень дешевая, очень удобная. Я просто занимался спортом, поэтому не успел переодеться. Так что, простительно. А что я все в пиджаке, в пиджаке, это вы тут наряды меняете. Чистая правда. Но у каждого своя роль. Друзья, я напоминаю, что у нашего зрителя тоже есть своя роль. По крайней мере, мы очень надеемся, что вам будет интересно ее исполнять. Это поддержка. Самая главная роль, потому что без вашего участия, конечно, наша работа не имела бы ни смысла, ни влияния. Поэтому не забывайте, пожалуйста, нас поддерживать, оставлять свой лайк, подписываться на YouTube-канал Feigin Live, на YouTube-канал Курбанова Live. Ну и, конечно, как всегда в чате, в секции чата я призываю всех общаться, комментировать, увиденное и услышанное, быть активными. Я, Марк, предоставлю вам выбор направления по территории геолокации, потому что я всегда составляю все темы, все вопросы субъективно. А что важно и интересно мне? А на сегодняшний момент я разрываюсь между Ближним Востоком и между Америкой. Вот куда бы вы выходить из Америки только вернулись, что вам на сегодняшний момент кажется более важным? Ну, давайте по Ближнему Востоку поговорим, потому что это представляет интерес в контексте войны, как мы ее понимаем и допустимости методов ее ведения. А политические новости основные из Соединенных Штатов можно будет во второй части программы затронуть. Я думаю, что большинство наших зрителей какую-то информацию получали, все выбрасывали старые пейджеры, осторожно относятся ко всем средствам связи, а все потому, что потрясающее просто разведсообщество, спецслужбы Израиля провели уникальную такую спецоперацию на данный момент против Хизбаллы. Напомним, что это один из таких больших врагов государства Израиля. Ну и вот по последней информации Израиль объявила о новом этапе войны. Мы видели, как сегодня авиация наносила удары и фактически переносит центр притяжения своих военных усилий на границу с Ливаном. Как утверждает власть Израиля, все, собственно, сделано, чтобы жители Израиля наконец-то вернуть в свои дома, в свои города. Соответственно, определенную территорию Ливана нужно зачистить. Ну и, конечно, там Насрала, который сегодня выступал, говорит, вы перешли красные линии, не знаю, когда, но мы ответим. Одним словом, снова новый виток войны. Что этот виток за собой несет? Ну, во-первых, я хочу сказать, что исходить нужно из того, что наряду с Хамас, Хизбалла является такой же террористической организацией, они, кстати, военные союзники, подчеркиваю, военные союзники Москвы. Они, кстати, поддержали агрессию Москвы против Украины, так же, как и Хамас. Выступили в поддержку, соответственно, Москвы. Ну и, понятно, является прокси Ирана. То есть, прияты из ливанской Хизбалы, это, в общем и целом, боевой отряд, значит, АЭТОЛ, которые вообще являются союзниками не просто Москвы, но у них целое государство в руках, они поставляют вооружение, которым убивают украинцы. Ну, то есть, ну как, Иран поставляет дроны, Иран поставляет ракеты, Иран поставляет снаряды. Поэтому любые их союзники, вот, надо понимать, как строятся вот эти сложные связи. Ну, вот, как я часто говорю, друг моего друга, враг моего врага, вот по этой известной поговорке. И я не очень понимаю, какие тут, с точки зрения интересов Москвы, войны с Украиной, Киевы, его союзники, могут быть варианты. С чего это Киеву, значит, сожалеть там о Хизбале, или Иране, или еще каком-то. Мы видели апрельские удары по территории Израиля со стороны Ирана, и Хизбалла в этом принимала участие, все хусиды принимали участие, ну, всех проксик, которые были, они вовлеклись. Удары по территории Израиля, там, какой они еще пытались нанести, это отдельный вопрос, да. Но, тем не менее, факт остается факт. Более того, мы помним чудовищный обстрел в Друзской деревне, погибла девочка, там еще какие-то дети погибли. Израиль сказал, мы ответим. И вот к этому надо прислушиваться. Я всегда говорю, что если Израиль кому-то говорит, ребята, мы ответим. Там, а-а-а, чего вы можете, сионисты, мы вас в море всех утопим. То есть я к тому это говорю, что когда кто-то совершает подобные действия, он всегда должен думать о последствиях. Иранская, про иранская Хизбалла в том числе. Потому что сейчас крики о том, что взрываются эти пейджеры, там, радиостанции, еще какие-то девайсы. Это страшный, чудовищный теракт со стороны Израиля в адрес Ливана, мирных граждан, вот так это звучит, да. Ну, вы когда занимались тем, чем вы занимались, вы вообще отдавали себе отчет, что вам не надо вовлекаться в историю с сектором газа. Не лезьте. Кончится вот чем-то подобным. Ха-ха-ха, мы вот всех сионистов передушим, всех евреев убьем. Ну и вот ответ. Поэтому это военная диверсионная акция, безусловно, именно такой она является со стороны Израиля. Детали ее, тут много по этому поводу высказывается разного рода мнений, разглагольств, ну и дилетантских мнений, как обычно. Мы детали не знаем. Действительно ли сдетонировали устройства, специальные партии этих пейджеров, тайваньских, других средств, которые оттуда были поставлены через третьи страны. Доработаны были там взрывчатые вещества, туда какие-то там были добавлены. Мы ничего не знаем. Ну, наверное, ливанские эксперты там внутри спецслужбы, наверное, этим занимаются. Они уже, наверное, выяснили характер взрывных устройств, что там, какие вмешательства были в приборы и так далее. Это же очень маленький прибор, что это пейджер, кто им сейчас вообще пользуется. Это лишний раз свидетельствует, что евреи как раз очень позаботились о том, чтобы не погиб ни один мирный житель. Я думаю, что там есть агентура внутри Хезбаллы, которая там специально навязалась, там нам бы для связи с активистами, если что, нужны именно пейджеры. Пейджеры. Да им никто не пользуется. Нет, нет, нам нужны пейджеры. Они уговорились сначала купить эти пейджеры, потом привезли эти пейджеры, потом проконтролировали наверняка агенты израильской разведки раздачу этих пейджеров, тех, кому надо. Я не знаю, я фантазирую, но думаю, что, скорее всего, это большая масштабная операция. То, что она, смотрите, там погибших-то, в общем, ну пусть там десятки людей, допустим. Нет, ну 300, 300 там где-то, да. Погибших именно или пострадавших. Пострадавших, говорят, там около 3-4, 3,5 тысячи они вывели из строя, но там очень много ранений, соответственно, там, наверное, несколько сотен погибших. Окей, окей, наверное, так. Я сейчас вот не следил, там первые цифры 11 был, 20 потом, ну, наверное, росла эта цифра, и там тяжелое поражение. Некоторые умирают в больницах, я допускаю. Но по мне так, я думаю, что почти 100% это, ну, наверное, пострадали кто-то, кто рядом находился, может быть, родственники, может быть, друзья, может, на улице случайные люди. Да, такое возможности. Но погибали и получали увечья именно активисты Хезбаллы. Состоявших Хезбалле, должен отдавать себе отчет, что это может почесть для тебя смертью. Поэтому визги и крики про то, что что творит Израиль, ну, не надо обстреливать его территорию, тогда и не будет последствий таких. То же самое касается Хамаса в той же степени и так далее. Это же очень удобно, знаете, как напал на страну, и ты спецоперацию провожаешь. А когда она, в свою очередь, ответно, захватывает твою территорию, в результате такой же спецоперации в Курской области, это уже бандиты, это уже провокации, это уже акт террора, понимаете? Вот эти двойные десятерны стандарты, они мир сводят с ума, понимаете? Повреждают в уме огромное число людей, которые сейчас в отрыве от причины начинают характеризовать следствие. Вот какой Израиль там занимается террористом. Вы не нападаете, вы не убиваете, ничего этого не будет. Не было бы событий 7 октября, ничего из того, что сейчас происходит в секторе ГАЗа, просто бы не было. Вот не было бы ничего вообще из этого, вообще ничего бы не было. Ну, вы провели 7 октября 2023 года эту атаку, вы убивали там взрослых детей, каких-то там, я не знаю, участников фестиваля и так далее. Ну, у этого будет последствия. Такие вещи не должны иметь оглядку. Вы как бы решили встать на этот путь, и вы получите то, что получите. Я думаю, что какая-то военная операция, может, и будет приграничная по очистке демилитаризации зоны, границы с Ливаном, скорее всего, она пройдет. Но я не думаю, что это будет масштабная какая-то операция, за заходом чуть ли не вберут, ничего этого не будет, конечно же. Но удар будет очень мощным, и от него Хезбалла будет оправляться месяцы, а то, может, и годы. Может, ну, все-таки надо понимать масштаб этого удара, там, возможно, погибли очень важные лица, или там пострадали важные лица внутри организации, ее командование, руководство и так далее. То есть, это производит такой, знаете, отрезвляющий эффект, что, слушайте, лучше с ними не связываться. Это чревато очень сильно, так сказать, они, вон, главу политбюро убили Ханью, значит, в Тегеране. Они где угодно, кого угодно убьют. Может быть, как всем мирно договориться? А вот это самый правильный путь. Вот это самый правильный путь встать на путь вот этого мирного сотрудничества, мирных переговоров, пусть они даже будут долгие, вообще они годами длятся, даже десятилетиями, но это антитеза войне, убийством, смертям и так далее. И попытаться все-таки сожрительствовать нормально с еврейским государством. Это единственный путь. Другого не существует. Еще и потому, что есть некая предельная точка. Она заключается в том, что в Израиле есть ядерное оружие. Мы все это знаем, несмотря на то, что он не признает наличие ядерного оружия. И вот для Украины здесь тоже есть пример и тоже эффект, который она может из этого извлечь. Оказывается, действовать нужно исходя не из каких-то международных правил и прав, которые тебя защищают, а действовать нужно из интереса национальной безопасности. Да, формально не нарушайте правила, не объявляйся ядерной стороной, когда в мире царит атмосфера, значит, не распространения ядерного оружия, всех этих ограничений, связанных с неконациональными средствами и так далее. Но делать это надо для того, чтобы всегда иметь палочку-выручалочку на всякий волшебный случай, когда уже закончатся другие средства, чтобы у тебя вот эта палочка была. И те, кто замышляют против государства какие-то вещи, подрывающие суверенитет, нарушающие территориальную целость, уничтожение твоего государства, должны знать, что такая палочка есть, понимаете? И что эта палочка может улететь очень далеко и нанести большой ущерб. Это в частности. А во-вторых, работа спецслужб, она не должна себя ограничивать. В условиях войны, я подчеркиваю, резкие вещи. То есть, украинские спецслужбы, которые, в общем, где-то копируют местами, не во всем, но копируют и израильские, и такие же дерзкие спецслужбы в других странах, это же тоже от вынужденного. Это же не потому, что нравится кому-то им взять, где-нибудь что-то взрывать постоянно, кого-то убивать, но потому что война. Война, она диктует совершенно другие правила. И противники этой страны должны помнить, что ни перед чем не остановится эта спецслужба. Вот пока они будут это понимать, они будут говорить, может, не надо, с украинцами так не надо, то ведь они, кто не знает, они такие же бешеные, значит, возьмут кого-нибудь, перебьют, пейджеров взорвут или еще чего-нибудь взорвут. Может, не стоит этого делать. Вот это хороший пример, который Украина может извлечь. Урок, ну, поразмышлять над этим и подумать, а что же действительно надо делать в такой стране, иметь таких соседей в лице Москвы, для того, чтобы свою безопасность обеспечить навечно, навсегда. Вот в этом смысле, когда говорят, ну, в Израиле не очень хорошее отношение с Украиной, постоянно что-то там делят, но это не отменяет необходимости опыту этих израильских спецслужб и обеспечения национальной безопасности, как это делает Израиль, Украине пользоваться. Потому что она ничуть не менее в враждебных условиях сосуществует, не менее в враждебных условиях. Тут тебе Беларусь, ну, в России все ясно, там вообще все так, ну, и другие страны так себе, Венгрия какая-нибудь, все хотят что-нибудь укусить. Поэтому нужно думать о том, как себя позиционировать в мире, быть ли ядерной державой, обладать ли вот такими спецслужбами, которые действуют широко, не только на своей территории, но и хочешь в Зензибаре что-нибудь зарвать или захотеть. Вот это важно понять, ее выход за пределы национальных границ, скажем так, деятельность таких спецслужб. Вот это, так сказать, наднациональность, экстерриториальность, если хотите. Вот это, мне кажется, пример для Украины полезный. Мы это обсуждаем как раз в эти два дня, действительно, как получить такую субъектность, как проводить такие спецоперации. Но, честно говоря, Марк, тут Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, напомнил мне, что у нас тоже были такие спецоперации. Они и сейчас продолжаются, да, много ликвидированы, может быть, не настолько филигранно и тонко, но подрывался и Гиви, и Моторола, и Захарченко. То есть, в принципе, чуть более массово, но мы тоже все это использовали. Но в то же время для нас, почему очень важно сейчас следить за Ливаном, за Хизбаллой, за Израилем, потому что Хизбалла – это прокси Ирана. Иран – это часть оси зла, которая помогает Путину. Это дроны, это ракеты, которые, ну вот, 50 на 50, да, пока не прилетело, мы не можем сказать на 100%, что они переданы, хотя мы доверяем западной разведке. Тем не менее, если ты помогаешь России, то тебе сложно содержать свои прокси. Вот если нападает сейчас, пытается расправиться с Хизбаллой, то, конечно, от этого и Ирану тоже становится больно, тоже кровоточит. И параллельно с этим как раз позавчера в Иране побывал так называемый секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Пропагандисты писали, что он приехал общаться там тоже с секретарем Высшего Совета Национальной Безопасности, с президентом и передал некое послание от военного преступника Путина. Я напомню, что ранее утверждалось, что Иран и Россия должны подписать какое-то соглашение по типу как Северной Кореи о сотрудничестве и гарантии безопасности. Как на Россию должно повлиять все то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке? Раньше нам казалось, что для нас это плохо, потому что от нас отворачивается внимание и поддержка. Но сейчас есть вероятность, что и России будут чуть меньше чего-то передавать. Ну, для того, чтобы Россия меньше получала, например, конкретно тегеранского оружия, там, иранского, да, нужно разбомбить эти заводы. Ну, как бы мы, это линейная логика, здесь нет никакого, знаете, экспертного мнения, а как же вот так сделать, чтобы не получали ракеты, дронов и так далее. Ну, как, разбомбить эти заводы, уничтожить их. Украине надо сильно постараться, чтобы это своими руками сделать невозможно, пусть чужими руками это надо сделать, чтобы этих дронов не было. Потому что они прилетают на территорию Украины и убивают украинцев. Ракеты прилетают на территорию Украины и убивают Украину. Какая разница там, потом разбираться уже поздно, когда люди погибли. А вот если их не произведут, эти ракеты, или же, как бы, сильно ущерб будет нанесен этому производству, ну, значит, не прилетит какое-то количество ракет. Ну, то есть, как бы, я не думаю, что здесь есть какие-то другие логические цепочки. Повторяю, договор, скорее всего, заключит. Договор, скорее всего, заключит по типу северокорейского. Насколько он будет действием, ну, это такой отдельный вопрос, потому что у них ОДКБ не действует. А уж эти договоры тоже такой вопрос. Это один момент. Второй, смотрите, что такое Россия сегодня и почему Шойгу послали. Россия является в силу масштабов, возможностей представительства ООН, постоянного членства в Совете Безопасности, одним из главных, собственно говоря, проводников антиизраильской политики, чтобы было понятно. Ну, где-то публично, где-то не публично. Но так или иначе, они содействуют Ирану, Хамасову, Ему-Союзнику, да и Хезболе и другим в антисемитском сении антисемитских настроений. В России они какой-то пиковые точки скоро достигнут. Например, просто это не видно глазу. Война с Украиной все заслоняет. Россия сегодня повторяет политику Советского Союза, антиизраильскую, антиеврейскую политику во всем мире в своих интересах. Я бы не сказал, что это какая-то там идейная предпосылка, давайте всех евреев перебьем. В Москве Путин на это совершенно наплевать, на практическую часть, вот этническую. Его интересует большая глобальная политика, потому что Израиль является союзником Запада в конечном итоге. Запад является союзником Украины, военным союзником, поставляет вооружение. То есть по принципу свой, чужой и вот этот друг моего друга, враг моего врага, о котором мы выше говорили. То есть это та логика, которой руководствуется Кремль для того, чтобы часть угроз отвести от себя, переключить внимание на события на Ближнем Востоке. С другой стороны, антиизраильская политика и ее стимулирование по всему миру, оно отвлекает внимание от главного агрессора. Ну, конечно, если есть звери из Цахала, которые там убивают несчастных детишек в секторе газа, то что рассуждать о Буче, где, что там, ну, убивали украинцев, подумаешь. Меня вообще 11 лет осудили за то, что я сказал о том, что в Украине убивали украинцев, российские войска. Эко не видали, а то кто-то этого не знает. А что они там делают? Пироги, что ли, раздаются? Или что они там делают? Это тоже делается в этих утилитарных целях. То есть, по большому счету, еще раз повторяю, там нету идеологической компоненты, а давайте уничтожим государство Израиль. Здесь другая совершенно утилитарная задача. Она заключается в том, чтобы все, что можно негативно, отвести от себя. А если от этого пострадает Израиль, даже не заслуженно, понимаете? Потому что, ну, Израиль не нападал 7 октября на сектор газа. Произошло совсем даже наоборот. И мы помним, что произошло. Равно так же Украина не нападала на Россию. Это в больном воображении Путина. Он говорит о том, что на нас напали. Вот он дошел в дрейфе своей, значит, истории, на нас могли напасть. Значит, еще что-нибудь дошел, на нас напали. Ну, наверное, он считает, что ДНР это его. И как бы на них напали, значит, на себя. Наверное, ну, это мы пытаемся домыслить. А может, его логика еще более худшая. Сейчас он может сказать, а нам-то на Курскую область напали. А мы в ответ напали на Украину. И так может показать это все, понимаете? Меняя причину и следствие местами. Поэтому, безусловно, Кремль отвечает за эти антиизраильские настроения по всему миру. Этому сильно способствует и разматривает. Ну, посмотрите на голосование и на действия небензии какого-нибудь в Союзе безопасности ООН. В качестве постоянного члена. И вот посмотрите, антиизраильская это позиция или нет. Это к вопросу, когда в Тель-Авиве, ну, может быть, уместно идет дискуссия. А вот, вы знаете, Украина то и дело голосует за какие-то антиизраильские резолюции и так далее. Честно говоря, от них как слону дробину, потому что, не знаю, мое отношение к ООН как таковой. Но вот публичная трибуна представителя, постоянного представителя Союза безопасности от России, это гораздо страшнее, чем любые голосования Украины. Хотя тоже непонятно, там, скажем, в виде, может быть, несколько непоследовательно, там, может быть, какие-то цепочки договоренностей приводят к тому, что Украина то и дело ничтожно. Никому не интересующее голосование, действительно, вдруг почему-то может голосовать против Израиля и так далее. Я думаю, это преодолимо. Все равно, в конечном итоге, может, не так быстро. Славяне очень медленно двигаются в таких вопросах. Это надо прямо сказать, ничего уж с этим не поделаешь. Вот кому-то дарована, так сказать, реактивность, а кому-то, в общем, медленный газ, что называется. Поэтому тут я проблем не вижу. А вот то, что ту роль пропагандистскую и, скажем так, провоцирующую, которую выполняют российские представители Союза безопасности ООН, это в гораздо большей степени влияет на настроение, на митинги, на проявление разного рода негатива, даже на настроение антиизраильских самих Соединенных Штатов, которые, в общем, выражены достаточно ясно, и кандидат как демократов, она вынуждена за них следовать, их учитывать. Еще раз повторяю, здесь есть объективные оценки. Это не к тому, что вот мы тут, я еврей, это защищает Израиль. Дело не в этом. Но это вечно. История тут всегда найдут, что сказать. Мы исходим из объективной картины, которая заключается в том, что совершенно четко и ясно, кто виноват. Для войны в определении самым главным является, кто первый начал, понимаете? Все остальное уже повторно, вторично. Кто первый начал? Тот, кто первый начал, тот и несет главный ответ. Безусловно, можно говорить о том, что издержки есть у любой войны, и гибнуты гражданские, и все, от этого никто не счастлив, и так далее. Но снимать ответственность с того, кто первый начал, и типа разделять ее с двумя сторонами, и эти немножко виноваты, и эти виноваты. Даже как Хамас взяли, и шесть человек сейчас убили в этом тоннеле заложников. А это как вообще? Взять и убить шесть человек в заложниках. Они уже сидят год в этом скрюченном подвале, и взять их еще и убить. Потому что вдруг, вы представляете, их могут освободить их же соотечественники из израильской армии. Поэтому вот в контексте всей ближневосточной истории, тесно взаимосвязанной с Россией войной в Украине. Тесно. Потому что, повторяю, акторы войны на Ближнем Востоке, ее провоцирования и всех событий, которые там происходят. Потому что кто первый начал, как я уже сказал. Они те же, что и в войне с Украиной, вы понимаете? Только тут это Россия непосредственно в войне с Украиной. А там это союзники Москвы, Иран, Хазбалла, Хамас и так далее. Ну, а какие тут еще варианты возможны? И действуют они заодно и охватывают взаимоотношения свои вот этими договорами о военной помощи и так далее. Когда уже, ну, извините, Северокорея подписали договор о военной помощи. Случай нападения на одну из сторон. Вторая, значит, предоставляет военную помощь и даже увлекается в войну. Ну, и с Ираном будет то же самое. А скажите, в рамках такого соглашения к ядерным технологиям доступ получит Тегеран или нет в российский? Ну, такой простой вопрос. Это и к Израилю, кстати, адресация. Где тоже, знаете, там, Натаньяку и его правительство еще шаркает перед Москвой. Ну, понятно, предлог такой, а будет еще хуже. Давайте мы сильно там Москву злить не будем. Будем делать то, что делаем, но публично будем аккуратнее себя вести и так далее. А это что, Путин, что ли? Действительно рассчитывает на то, чтобы Путина задобрить? Так вот, никогда в условиях войны и политики задабривание не вело к позитивным результатам. Вот это важно понять. С Москвой всегда вело демонстрации силы. Вот увидите. Вы не верите? Вот хотите попробуйте. Только так это работает. А все попытки, знаете, давайте злить не будем, они ведут к тому, что аппетит у агрессора, он увеличивается, он просыпается. Перед слабой жертвой, значит, аппетит растет. Так всегда было. Так все устроено. Это любая проекция даже на отношения людей. Понимаете? Туда же уходит. К сожалению, это так. И поэтому, соответственно, то, как себя будут вести военные союзники на Ближнем Востоке, я имею в виду противники Израиля, и как они себя будут проявлять в Восточной Европе, противники Украины, в этом есть дуальность, такая, знаете, взаимосвязь, как сообщающие сосуды. Если в Израиле на Ближнем Востоке обостряется ситуация, значит, в Украине, значит, Москва начинает более агрессивные действия, чтобы воспользоваться этой ситуацией, чтобы под шумок осуществлять свои планы реализовывать и так далее. Соответственно, если там затихает, Москва, утяжеляются ее условия, и Америка начинает больше внимания уделять тому, что происходит, ну, ее союзники, Запад в целом, Украине. Вот такая бинарность. Поэтому любой может ее проследить, это зависит. Я, знаете, не еврейка, но я абсолютно на стороне государства Израиля, я им очень сопереживаю, и вот в эти дни, конечно, по-доброму завидую, все-таки возвращаясь к этой операции по ликвидации Хизбаллы. Но в то же время, в контексте того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, тогда возникает вопрос, а не провалилась ли политика Соединенных Штатов Америки, потому что вы как раз говорите, что политика умиротворения с Россией, а судя по всему и с Ираном, и с Хамасом, и с Хизбаллой не срабатывает. Они принимают агрессию, вот Израиль это берет и делает. Но последние несколько месяцев госсекретарь Антони Блинкин, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, он просто не вылазил из Ближнего Востока. Он перемещался с региона в регион, он со всеми разговаривал, он везде хотел мир. И мы понимаем, что на фоне предвыборной кампании, конечно же, что-то похожее на спокойствие, хотя бы в одном из регионов, или в Украине, но это невозможно, или на Ближнем Востоке, белому дому было бы на руку. Но все полетело в тартарары. Является ли это слабостью действующей администрации или той политики, которую они исповедуют? Абсолютно точно. Так это и есть. Причем они даже сознают эту слабость. Вы думаете, они ее не сознают? Они говорят, она выиграть надо выборы. У нас избиратель вот такой. У нее, у этой Камалы Харрис, муж евреи, Эмхов. Понимаете? С чего бы-то ей быть такой антиизраильский сильный настрой? Ну, по большому счету. Израиль давний, старый союзник Запада и Вашингтона, в частности. Но там колеблющихся несколько миллионов, я вот был в Америке, вернулся сейчас, в штате Мичиган, по-моему, большая община мусульманская, огромная. Ну, конечно, антиизраильский настроенный. И голосуют они за демократов, что понятно. Ну, как бы мы их тоже понимаем. Ну, вот они так не любят евреев, Израиль не любят в контексте идущей войны. Поэтому они маневрируют. И вот политика международная, она зависит от внутриамериканских процессов. Так всегда было, кстати. Так всегда было. Вспомните войну во Вьетнаме, как сказывалась она на выборах и ее прекращение. Как сказывались, так сказать, война в Афганистане, вот недавно, закончившись в 20-м году, в августе вывод войск и так далее. Вот такой скорополитный, который привел к тому, что к власти пришли те, с кем вы 20 лет воевали. А что вы делали 20 лет, если эти же люди и остались? Вы не понимали, что... Может быть, достаточно было разрушить эти особнячки, там... То есть, ну, вот они разрушили дома, вы, кстати, теракты по 11 сентября. Вы там перебили, значит, руководство Талибана, потом убили, значит, руководство, перебили все Аль-Каиды. И можно было уходить тогда, что 20 лет там было сидеть. Все равно это неизменимая страна. Афганистан такой, какой он есть, он другим не станет бесполезно. Это архаическая страна, погрузившаяся в Средневековье и так далее. Поэтому, ну, такой хороший вопрос, исторический. Но, безусловно, часто очень решающим образом на политику внешнюю выявляли внутренний процесс Соединенных Штатов. Мы такое видели много-много раз. Много-много раз. И в этом случае то же самое. Если бы близость перспективы выборов была не такой, то есть отдаленной, через 4 года, безусловно, эта политика была бы другой. Даже у демократов, я про республиканцев не говорю. Вот сейчас, представьте, Трампа сейчас у власти будет. Что бы там было бы, что бы там осталось. Ведь Иран и Хамас воспользовались этой слабостью. Вот нужно понимать, что они осознавали контекст ситуации. Понимали, как влияет война в Украине, в том числе, на ту же слабость, ту же нерешительность. Конечно. Конечно, это ошибочная политика. И они ее сознают, но они говорят, ну, потерпите до ноября. Ну, вот в ноябре выиграем выборы. И как бы у нас запас 4 года. Ну, там будут промежуточные выборы в Конгресс. Но мы уже сможем действовать от себя какое-то время. Каждые 4 года это повторяется. Поэтому можно допустить, что если Камала Харрис победит на выборах, то будет как при дедушке или бабушке. Все вернется и точно так же помогут Израилю. И, кстати, быстро все стихнет. Ну, если Трамп придет, так еще быстрее стихнет. Только другими методами, более жесткими, более резкими. Там уже с Ираном он разберется. Скорее всего, будет какая-то бомбежка Ирана, если Трамп придет к власти. Если Камала Харрис, да, будут еще вату по столу катать какое-то время. Но, тем не менее, там альтернативы решению нет. Кроме как уничтожение объектов в Иране, ядерных и военных объектов по производствам различным. По-другому, ну, никак. Просто никак. Если вы не устраните эту угрозу чисто материальную, то вы всегда будете жить от войны до войны. Но вот, к сожалению, так получается. Просто история это показывает. Кто-то скажет, в этой логике реал-политик может быть допустимо, что эти войны все равно не одни, а другие будут. Ну, так не будет и рано, появится другой раздражитель. Какая разница? Но люди-то живут здесь и сегодня. Им дана одна единственная человеческая жизнь. И как-то их погибнет. Это удар ракеты или там... Дроны или еще чего-то подобного. И поэтому противодействовать этому хаосу можно только путем войны. Знаете, я когда на Кавказе был во время войны, в Чечне, в Первой войне, там старики говорили, что войну можно остановить только войной. То есть вот угроза войны, она предотвращает угрозу еще большей войны. Ну, как бы это поговорка, но тем не менее факт остается фактом. То есть это говорит о том, что иногда приходится идти на резкие решительные действия военного характера для того, чтобы не дать войне разрастись. И, кстати, с Украиной мы почти то же самое видим. Если бы какая-то превентивная война со стороны не одного Украины, а Запада в целом была бы осуществлена, причем другими методами, быть может. Например, пейджеры взорвались. Может, в 10 раз подумали, нападатель на Украину или нет. А сейчас что? Сотни тысяч погибших, разрушенная экономика, разрушенная страна, критическая инфраструктура, весь набор. Гробы, гробы, гробы. Ну, блин, не знаю. Может, если бы Путина устранили, глядишь, может, и избежали бы этого всего. И сейчас бы не думали, а будет ядерная война или не будет ядерная война. Что на весах-то взвешивать? Поэтому, безусловно, американская политика сильно видоизменилась. Это с Обамы началось. Может, чуть раньше, но с Обамы точно. Когда, собственно, вдруг началась дискуссия, а нужно ли Америке высопоровать вроде мирового жандарма. Это же всегда клише такое было, что вот мировой порядок, который держит околотошный, ходит, всем одному дубинкой раздаст по башке. И вдруг как бы это подернулась, так сказать, доктрина, что а может и не надо так, может, пусть народы от себя живут. Ну, вот, ну, посмотри, как они начали от себя жить. Вот ИГИЛ появился. Ну, в тот момент уже Алькадия существовала, с ней вроде как начали справляться. На смену ей пришли агрессивные движения на Ближнем Востоке, которые, значит, вот так себя повели. Страны, которые ощутили, типа Ирана, что, а в принципе, так можно. Вот, и так далее. Плюс, увидев все это, что мир-то не так уж и единообразен, и не подчиняется этому жандарму, у Китая проснулись амбиции, гораздо выходящие за пределы его регионального статуса. Ну, а как? Вот так это и происходит. Как это происходит по-другому? Получается, без жандарма, понимаете, на районе порядка не бывает. Ну, вот так выходит. То есть, жандарм все равно нужен. Может быть, это жандарм не персональный, а коллективный. Но без удержания стихий и эмоций несовершенного человеческого натуры, народов, наций и так далее, получается порядка не поддержать. Понимаете? Не поддержать. И международное право, кстати, оказалось в этом смысле первой жертвой. Что-то оно как-то совсем не было. Вот эти международные суды, а мы вот тут решения какие-то принимаем. Ну и что? Ничего. Сами гаранты этого порядка, а Россия таким гарантом является, весь этот порядок разрушили. Как в стеклянном доме начали китаться кирпичами. Вот и все. Поэтому, получается, сила первична. Ну, получается так. Это плохо, никто не хочет этого. Но констатация-то такая. И, исходя из этой логики, наличие ядерного оружия получается лучшая гарантия от того, что пострадает твой суверитет, перетягивает целостность, и твой народ могут зачеркнуть. Получается так? Ну что же мы будем себя обманывать? Поэтому доктринальность нынешней власти Вашингтона и на протяжении всех десятых годов, она, ну, с конца нулевых, когда Обама пришел к первому сроку, она вот такая, она не другая. И отсюда надо сделать самые далеко идущие выводы, как мне представляется. Мы вас, Марк, будем назначать амбассадором ядерного оружия, потому что если бы была такая компания, то они должны были к вам, конечно, платить, потому что вы самую лучшую рекламу им делаете. Но это правда. Такое оружие, конечно, оно могло бы стать определенным гарантом безопасности. В то же время, я думаю, что США остается тем самым жандармом, о котором вы говорите. Может быть, конечно, не таким страшным. И где-то в глубине души Джо Байден... О, извините, у этого жандарма Сиесто. Да, Байден, кстати, лучше его показать. Да, но в то же время Джо Байден где-то глубоко в душе думает, господи, какое счастье, что вот это все мне не достанется. Пускай разбираются с ним другие. Ну, собственно, он, как мы знаем, не будет, не баллотируется на следующий срок. Мы уже с вами частично переместились в Америку. Мы Америкой продолжим. Но только перед этим я напомню нашим зрителям, друзья. Хотела сказать, сбрасывайтесь на ядерное оружие, но пока это невозможно. Поэтому сейчас я предлагаю вам все-таки поддержать наши эфиры. Не забудьте оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Feinging Life и YouTube-канал Курбанова Life. Уже сейчас, Марк, появилась информация о том, что 26 сентября, соответственно, на следующей неделе президент Зеленский окажется в Соединенных Штатах Америки и где-то на полях 79-й Генассамблеи ООН еще и встретится и поговорит с Джо Байденом. Ключевая тема, помимо того, что мы с вами знаем и поднимаем оружие, которое нам не дают пока что бить в тыл российских регионов, это так называемый план победы Зеленского. Что говорит президент? Что план практически готов. Речь идет о том, что там пять пунктов, один из которых как будто бы действует уже после войны, но тем не менее какой-то документ есть. И, как вы знаете, даже американцы его уже частично комментировали словами, что видели и ознакомились. Неплохое можно брать в работу. Тут с нотки. Наверное, невозможно сказать ничего по поводу того, что вы не видели и что вы не читали, но у меня всегда возникает один и тот же вопрос. Какой бы ни был прекрасный план, как бы идеально он ни был прописан, а что Россия, а как ей отправим, или это то, что решается с партнерами, потому что самое элементарное, что может попросить Зеленский, больше оружия добить Россию. Но даже сейчас с ракетами нам говорят нет. Не стыковочка. Как я уже говорил, все, что происходит до ноября, сделайте скидку на внутриамериканскую политическую ситуацию. Я думаю, что это способ маневра игры со стороны Зеленского, ну, пофессии президента, министерства национального дела и так далее, позиции военно-политического руководства Украины, чтобы демонстрировать во внешнем контуре, что, слушайте, почему вы говорите о том, что мы не готовы к миру. Вот мы предлагали переговоры по формуле мира. Они отвергнуты Москвой. Хотя нас к этому понуждали, в том числе Соединенные Штаты, которые подталкивают к мирным переговорам. Понятно, в общем-то, выгодно, чтобы замерение произошло, и хотя бы какая-то форма переговорная возникла. Там площадка, хотя бы какие-то параметры этих переговоров, вовлечения Россией, мы теперь предлагаем формулу победы, которая, ну, как бы является продолжением или предтечей переговоров и возможной формулой мира или ее продолжения. Можно так. Мы не видели эти пять пунктов, хотя догадываемся, приблизительно уже их комментируют в том или ином виде косвенно. Мы можем допустить, что там содержится в этом документе. А Украине максимально важно проявлять активность на внешней площадке для того, чтобы демонстрировать, что Украина – это какой-то неупертый сторона конфликта, сторона войны, а, в общем, готовый к миру и расположенный к миру участник. Вы правильно сказали, все упираются в позицию Москвы, а она не изменится, пока не наступит коренной перелом. А мы говорили о том, что, повторяю за заложным, за международными экспертами, действительно, в войне в Украине существует некий баланс, который в равнодействующей не дает возможности ни одной из сторон победить. Победить – это что? Добиться своих целей. То есть в Москве – это фактически захватить Украину, как первым этапом эти четыре области, Крым, понятно, демилитаризация, отмена санкций, внеблоковый статус Украины, но весь тот набор, который мы уже много раз слышали. А Украине просто-напросто выгнать со своей территории в Москву, потому что никаких намерений не идти до Москвы или захватывать Россию, у Украины нет, то есть выйти к границам 91-го года. Что, конечно, и очевидно, для Москвы неприемлемо ни в каком виде. Более того, Запад где-то посередине готов убеждать Украину поступиться к каким-то оккупированным территориям, готов, мы это видим, желаем, чтобы все-таки прекратить войну, но только не на условиях Москвы. Не так, чтобы Украина осталась в подвешенном состоянии, что каждый завтрашний день будут сидеть и ждать украинцы, что война по-новой возобновится, что от Москвы, в общем, ожидать. Это решение не дает, и поэтому на самом деле, что формула мира, что формула победы, это сейчас всего лишь возможность маневра определенного украинского руководства, чтобы действительно, как вы правильно сказали, добиться определенного характера решений со стороны Западного Совета, прежде всего Вашингтона. Это, конечно, оружие, это более широкое использование авиации, понятно, что с летчиками происходит, это средства ПВО, средства, которые обороняют территорию Украины от ударов со стороны Москвы. Ну, может, есть какие-то тайные вещи, которых мы не до конца знаем, связанные с военным производством, чтобы эти ракеты производились в самой Украине. Может быть такое, давайте соберем сборочное производство под землей, будем производить баллистические ракеты с дальностью 500 километров, дайте нам эти технологии, дайте эти материалы, у нас времени нет, у нас сил нет, дайте эти деньги, мы это произведем, и тогда это наша ракета, это не ваша ракета. Ну, создадим аналогичные узлы, детали, двигатели и так далее, пропусать их ракеты, ну и все. Может быть такое, может быть. Нам об этом не скажут, мы увидим по факту. Ну, куда бедно дроновые производства-то наладили? Наладили. Ну, может быть, их хотелось бы больше, дальше, толще, но все равно это уже есть. Значит, каким-то образом, так или иначе, у Украины есть возможности для того, чтобы отдельные задачи решить. Но с помощью ЗАД. С помощью ЗАД. Плюс, конечно, эта формула победы, она же впрямую, там же написаны, наверное, деньги. Скажут, у нас бюджетный год в октябре заканчивается, ну, слушайте, 60 миллиардов, там 6 осталось, 6 небольших миллиардов. А что в следующем году, в 25-м? Как финансировать войну? Как помогать Украине? Давайте формула победы, она будет предполагировать, что следующие 60 миллиардов будут выделены, но в обозримый срок. Не по 6 месяцев вы будете голосовать. Может быть такое? Может быть. Это что, не дивиденд, который Украина может получить, ну, помимо разрешения удара вглубь территории Российской Федерации? Ну, конечно. Нужно же подумать о деньгах уже в следующем, в 25-м году. Нужно же за вооружение закупать, нужно же военные вопросы решать посредством финансового и так далее. Поэтому на самом-то деле это комплекс вопросов, не только ограничивающейся, продолжающейся темой разрешения ударов по территории вглубь России. Так что, наверное, формула победы, она, предполагая все это, и будет продвигаться украинским руководством, президентом Зеленским, на переговорах, на встречах в Нью-Йорке, на Генеральной Ассамблее ООН, где пройдут эти переговоры с разными политиками. Здесь, знаете, что очень интересно, что украинская тема еще и за счет вот этой активности украинской, внешнеполитической, она же повышается в цене на выборах США. Вы слышали, что штаб Трампа говорит, а может мы и встретимся с Зеленским. Но уже пресс-секретарь Зеленского подтвердил. Вот. А где такое видано? Ведь вы же понимаете, что даже если Трамп просто будет вам так кивать, Азинский говорит, да-да, нужно вот Россию разрушить. А он не сможет по-другому сыграть. Трамп не сможет сыграть. Это точно будет проброс в сторону Москвы. Почему? Ну, во-первых, давайте так говорить. Трамп ведь прокомментировал то, что Путин может быть ироничным, может в игре. Скажет, а нам лучше Камала Харрис. Вот это вот, понимаете. А Трамп такое не любит. Он гонцентрически настроенный тип. Он такие вещи, наверное, воспринимает болезнь. Я, говорит, не знаю, почему он решил там за, значит, спрячься за Камалу Харрис. И поэтому украинская тема после дебатов 10 сентября, который звучал на этих дебатах, и мы это обсуждали в нашем эфире, ну, стала, в общем, повышаться в цене для кандидатов. Потому что зыбкий баланс между Камалой Харрис и Трампом, и нужно использовать все гильки на этих весах. Ты должен получить свое преимущество. И украинская гилька, она потолще будет, чем некоторые другие. Я имею в виду внешнеполитики, потому что все равно проблемы миграции, легализации мигрантов, аборты сейчас очень активно в Америке вопрос остро стоит. Как я уже говорил, там Трамп, например, поддержал легализацию марихуаны во Флориде, тоже знаете, так сказать. А у него там поместье. Все его курки такие, я вам скажу. Сам не пробовал, не знаю, но тем люблю пошутить на эту тему. Поэтому, на самом деле, встреча с Зеленским, это тоже внутриполитический расклад. Да, Зеленскому надо встречаться и с теми, и с другими. Да, согласовать это в Вашингтоне с действующей администрацией, там наверняка встретится с Камалой Харрис, я думаю, а вот с Байденом, я думаю, встретится с Зеленским. Ну, я вижу, что, послушайте, мы в одинаковой степени уважаем американский стабильщик, это американский кандидат. Мы со всеми встречаемся. Послушайте, нам, по большому счету, ну, лишь бы помогали Украине. Мы в американские выборы не лезем. Это не наша задача. Это пусть американские избиратели решают, кто там станет президентом. Но, понимаете, для нас, ну, в логике Зеленского, важно поддерживать отношения со всеми в одинаковой степени. Потому что мы в американские выборы, во внутреполитическую их историю вообще никак не лезем. Но для нас важно, кто бы не занял овальный кабинет, продолжал помощь Украине, может, даже с нарастающим объемом. И вот до этого у нас есть формула мира. Он наверняка будет об этом Трампу говорить, а формула мира много чего предполагает в отношении Москвы. Трампу волей-неволей, худо да бедно, придется изображать проукраинскую позицию. И это важное изменение. Москва, кстати, болезненно среагирует на эту встречу. Увидите. Я сделала полшага назад, потому что вы сказали о том, что и в Европе многие бы уже сказали, да ладно, идем на какой-то территориальный компромисс. В конце концов, даже не они идут и толкают Украину. И сегодня появилось неожиданное заявление, потому что одно дело, когда твоя фамилия Орбан или твоя фамилия Фиццу, и совершенно другое, когда ты министр иностранных дел Польши, твоя фамилия Сикорский. Глава МИДа предлагает передать Крым суверенную украинскую территорию, которую признает весь мир, ну, кроме там, естественно, оси зла украинским, под мандат ООН, клуб филаталистов, как вы говорите, или клуб импотентов, как говорю я, для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Я напомню, что что-то похожее в свое время предлагала и Турция. Крым символически важен для России, особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законным жителями и тому подобное. И мы могли бы отложить это на 20 лет. На самом деле это все происходило в рамках встречи ЕС, это такая платформа, конференция, которая проходит в Киеве. Но информация с нее, она поступает постепенно, публикуется. Ну, и вот, оказывается, Сикорский, находясь в Киеве, говорит, ну, вот можно Крым, значит, там передать. Так как бы Польшу тоже в свое время делили, да, и Польша тоже переживала войну, несправедливость. А теперь, ну, это по сути тоже узаконенная аннексия наших территорий. Во-первых, я хочу сразу украинцев успокоить, да и поляков, наверное, что ничего из этого не будет. Слушай, даже в большей степени, чем для Киева, это не подходит для Москвы. Понимаете? Потому что опыт подобного, и кондоминиума в совладении территорий, ну, это маленькие острова были в океане, и других таких же попыток подмандатных территорий, например, британской короне, подмандатной территорией была Палестина. И так далее. Они, в общем, такой опыт есть, и нигде он так особо положительно не завершился. Все равно война была, ничего там референдумы, все это, знаете, такое все. Ну, колониальный период этим характеризовался, переход от колониализма к освобождению, эмансипации народов, он сопровождался вот такими разного рода решениями. Тогда мир был, ну, скажем так, попроще, что ли, но простые решения не приводили к долгосрочному результату. Ну, неважно, это другой вопрос. Я думаю, что для Сикорского это не какой-то внятный план, потому что он исходит из каких-то, ну, внешних компромиссов. Он же не говорит, а что с остальными четырьмя областями? Запорожской частью, Херсонской, ну, и Донецкой, и Лугаской. Что, и Украине передают? Так это отлично. Вы с Москвой поговорите, готова она даже хотя бы обсуждать такое? Простой же вопрос. Готова ли она передать эти территории Украине? Потому что они ее институциональная территория, конституционная территория и так далее. Еще раз успокою, никогда этот план Москва не примет. Это конец. Чтобы какой-то там ООН или еще кто-то возникли там, нет. Это значит, кому-то отдать уже имеющуюся территорию. В равной степени, как Крым под мандат там ООН или, так сказать, подобных институций, да, как области обратно вернуть в Украину, неприемлема сама постановка даже этого вопроса. Неприемлема. Я не видел ни разу, чтобы Москва хоть как-то среагировала на это. Так притворно больше. Иногда там, когда по крымской платформе обсуждали, они там как-то парировали и то тоже для маневра, для игры. Несерьезно, что... Можно обсуждать. Что обсуждать? Ну, к чему готов? Потому что на обсуждениях вы признаете, что Крым российский, да? Вот так они все время переговоры предлагают. Переговоры, на которых вы просто подтвердите все наши юридические права на оккупированные территории. Поэтому я бы сказал так, что разные варианты обсуждаются. К Путину это точно, абсолютно приезжали входоки и предлагали ему давай вот останавливаться на тех, которые в оккупированной территории, которые Украина все равно не признает юридически российскими, а, так сказать, разойдемся краями. Но Украина, оставшаяся часть, и так далее. Он же отверг этот план. Причем неоднократно. Ну, в разных вариантах. Это не публичные были предложения, но они точно были. К нему с этим обращались. И поэтому, извините, даже в таком виде это было неприемлемо. Просто получить те территории, которые уже оккупировали, ему недостаточно. Потому что рядом с этими территориями у линии разграничения будут стоять войска НАТО. Потому что если Украина в НАТО вступит, то появятся военные базы. Понятно, в конечном итоге с ядерным оружием на территории Украины. А почему им не появиться, если Украина этого хочет? На территории Беларуси, значит, можно разместить ядерное оружие, а на территории Украины, если она вступит в НАТО, нельзя размещать ядерное оружие. Так это не работает. Для того, чтобы этого не произошло, не надо было нападать на Украину, а поддерживать с ней веками нормальные отношения. Ребята, вы не размещайте, мы никогда не собираемся нападать, не размещайте ядерное оружие. Но об этом можно хотя бы разговаривать. В рамках Будапештского меморандума, как он, так сказать, и предполагал безъядерный статус Украины, в том числе и оружие, которое могло попасть на территорию Украины от третьих стран. А сейчас, вы понимаете, так все далеко зашло, для того, чтобы реализовать вот такой план в виде Сикорска, нужно, чтобы война была проиграна Москвой, понимаете? Даже, чтобы просто сделать подмандатные территории с каким-то перспективным референдумом через 20 лет, просто-напросто нужно, чтобы Москва проиграла войну, проиграла, чтобы войска в море упали, понимаете? Ну, невозможно навязать подобные условия вот при нынешней ситуации вообще никак. С Путиным она не примет, Москва, этот план ни при каком виде и так далее. Потому что это будет расценивано как поражение. Если представить, что Путин умер, так если он умер, тогда вообще разговор короткий будет. Война прекратится, вообще войска уедут через мост. Поэтому я не очень вижу жизнеспособность подобного плана. Он исходит из каких-то таких исторических, дипломатических и других представлений, которые, ну, как бы, руководствовать компромиссами, еще чем-то. Да, это с международным парам плохо соседствует, хотя они пытаются его увязать, потому что, не передав Москве, но вроде как и освободив от оккупации, ты вроде бы пытаешься засунуть в маленькое прокрустовое ложе международного права эту ситуацию, но она не засовывается туда. Толще ситуации, выразимся вот так. Толще. И поэтому понадобятся совершенно другие инструменты, скорее военные, для того, чтобы ее разрешить в той степени, которая позволяет использовать инструменты международного права. Но не получается так. Добрая воля нужна, понимаете, чтобы Москва сама признавала международное право в качестве инструмента, урегулировая взаимоотношения между нациями и народами. А этого нет. Поэтому я еще раз успокою всех, этот план не жизнеспособен. дело, наверное, не в том, жизнеспособен он или нет. Я бы подытожила, знаете, как сегодня наш разговор, что самые большие издержки во всех смыслах несет Украина. Самые большие жертвы и потери Украина. Притом Украина и украинское общество, сцепив зубы, с такой крохотной помощью, с затягиванием, с проблемами логистики, как говорит Джек Салливан, мы все равно продолжаем себя оборонять и оборонять свободу Европы. Потому что поляки могут или там европейцы сколько угодно говорить о том, как они нам сильно помогают, но дело в том, что если бы не было нас, они бы точно были следующие и они бы уже воевали. И при этом кто не выдержал первый, не выдержали европейцы? Вот польское заявление, ну и позиция Шольц, которая вообще тоже выходит и говорит, ну вот надо искать там возможности для мирных переговоров. Получается, что первая Европа гнется под натиском России. Еще ничего не проиграно. Это не катастрофа, это только такие заявления, потому что, конечно, вот каждого политика в каждой стране тоже есть свои ожидания. Но тем не менее, ведь это тоже дает некий сигнал Москве. Смотрите, вот мы делаем правильно свое дело, вот уже пошли какие-то трещины, давайте будем продолжать пальчиком их колупать. Так не ловит Москва то эти сигналы? А мы такое уже видели, это волнообразный процесс. Время от времени, так сказать, испытывая проблемы от длящейся войны, европейские в большей степени. Конечно, их просто больше. В Америке сложнее, поскольку, ну что там, политик действующий один. Я имею в виду, с точки зрения государственно-ответственно-принимаемых решений, президент США, его администрации и так далее. В Европе разностроенные, разнонаправленные настроения. Какой-нибудь Орбан есть. Крайность? Крайность. А есть те, кто твердо, там, какое-нибудь правительство Дании или Голландии, Нидерланды. А есть Франция. Ну и так далее. В Греко-Британии есть. Но это не Евросоюз, но тем не менее. То есть, это волнообразный процесс. Когда иллюзия возникает, что, ну вот, мы можем надеяться на то, что договоримся, начнется мирный процесс и так далее, вдруг начинаются вот эти риторические заявления, которые, повторяю, потом ими же самими этими политиками опровергаются. Что Шольцем, что Сикорским, который вообще много чего говорил и об угрозах Европе через войну в Украине и так далее. Ну что, он изменил позицию? Да, конечно, не изменил. Конечно, не изменил. Вам на это ответят. А мы ищем решение. А мы пытаемся втянуть мирный процесс в Москву. Вот никак же не получилось. Мы вот провели по формуле мира. Сколько там, 90 стран принимало участие в Лицерне, под Лицерном мероприятии в конце июня? И никакого результата. Ну вот мы ищем, мы пытаемся подманить, чтобы как-то втянуть в международный правовой статус переговоров в Москву. Она же не хочет. А мы так вот соблазняем ее. Давай, давай. Подсыпаем что-то, чтобы она шел на какие-то няшки. Животинки. А не будет, он не ходит. Как Покойно Новодорский говорил, тигр не перейдет на спаржу. Он питается животинкой, понимаете? Не будет этого, пока вы на горло сапог не поставите Путина. Ну не будет этого, он не пойдет на это. Потому что он это расценивает как потерю всего. Власти, так сказать, исторической миссии, провала всей стратегии и так далее. Не пойдет он на это. Ну какая он, значит, Крым объявил, там, вы вспомните, на трибуну, а, Крым наш, Крым, а тут он, Крым ООН. Какой ООН? Да вы что, кто такая ООН? Что, вы думаете, в Москве не понимают, что ООН это публичный дом для ветеранов проституции, понимаете? Потому что они не знают, что это бесполезный абсолютный инструмент. Они считают, что ООН это такая же шарманка в любую сторону к руке, у кого то ли больше денег, то ли больше влияния, то ли, слушай, ты бытиируешь или кого-то. Вот и все. Поэтому они в эти промежуточные решения не верят. Он же сам Путин заявил о том, что мы готовы к переговорам с окончательными решениями. Помните, когда он парировал по формуле МИР? Он говорит, окончательно это что? Все, нам территория, и все, и конец, и все. Договорились, и чао. Вот. Поэтому согласиться на какие-то там отложенные решения даже Москва уже не готова. Хотя я всегда говорил, любые отложенные решения, я всегда об этом говорил. Помните, мы с вами обсуждали план турецкий, который озвучивался, что там через 40 лет там в НАТО там тоже Украина зайдет и так далее. Я говорю, ни в коем случае. Потому что любые отложенные решения это карт-бланш для возобновления войны, для всех остальных сопровождающих ее действий, манипуляций, давлением Москвы. Ну, раз отложено, значит не завтра. Минские соглашения из этого сходили, из как бы отложенного статуса оккупированного фактически территории ДНР, ЛНР так называемых. И что, это привело к войне. Поэтому больше откладывать нечего, некуда, никакие референды через 20 лет не помогут. Они не устраивают ни Украину, ни Москву. Даже Москву в большей степени не устраивают. Еще раз повторяю. В большей степени, потому что она входит в фазу ну, такого, в общем, последствий этой войны, некой турбулентности. И поэтому Путину совсем не надо, чтобы ему задавали даже внутри России вопрос, а за что мы тут п***ли? За что в окопах, значит, уложены сотни тысяч людей? Чтобы ООН владела Крымом, что ли? Ну, как он это продаст? Вот говорят, он может любое поражение продать как победу. Там внутри России зомбированное население, распропагандированное и так далее. Не всякое можно продать. Вообще не всякое. Одно дело, ты молодой, в портупе, в кобура, еще что-нибудь такое. Позыречек. А другой, ты стареющий ботоксный старик лишил. И дети у тебя, там, внуки на китайском разговаривают. Это как-то, знаете, дальше все будет только хуже. Моложе не будешь. Моложе не будешь. Он входит в стадию, когда, ну, как бы для человека нормального, ну, у меня же 70-80 не такой критический возраст. Для Путина ситуация другая. Совсем другая. Надо отдавать себе в этом отчет. Поэтому, еще раз хочу всех успокоить, этому плану не сбыться. Я думаю, что это будет один из таких основных испытаний. Экзамен на субъектность Украины. Когда мы говорим, что спасибо, дорогие партнеры, спасибо, дорогие соседи, мы как-нибудь сами, вот наш план, и офис президента каждый раз напоминают, что существует единственная формула, единственный план, это то, что исходит от Украины. Мы на этом и стоим. Друзья, на этом мы будем сегодня заканчивать, но я, пользуясь случаем, напомню, что мы, как всегда, встречаемся вечером в субботу, встречаемся в такой компании. Очень надеюсь, что и вы к нам присоединитесь. Мы будем, наверное, больше подбивать итоги недели, ну и, конечно, как всегда, анализировать ключевые события к тому дню и к тому часу, поэтому присоединяйтесь к нам. Ну и, конечно, не забывайте этому эфиру оставлять свой лайк, подписываться на YouTube-канал Фейгинлайф, на YouTube-канал Курбановый лайф, если вы еще этого не сделали. И каждый ваш комментарий, каждое слово для нас очень ценно. Спасибо большое за то, что нам пишете. Марка, вам спасибо за этот вечер, за разговор и до встречи в субботу. Всем всего доброго и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok